Валерий Филиксович, во-первых, громадная благодарность от имени медиапедагической общественности за эту конференцию, которую организовала Академия Украинской прессы. Ну и вот второй день, можно уже говорить о каких-то итогах, возможно, вы какую-то оценку могли бы дать и тем выступлениям, и тем достижениям, которые у нас на сегодняшний день отмечаются. Понимаете, мы в очень трудное время живем и в очень трудное время развиваем медиаобразование, потому что, конечно, у людей в головах прежде всего, что тема войны, которая продолжается, дай бог, чтобы перемирие сохранялось и расширялось, и, конечно же, тема экономического кризиса, который бьет буквально по каждому и бьет очень больно. Но мы должны понять, что есть вечные вещи, и в том числе какие-то реальные вещи, которые должны вести человека к тому, чтобы он становился хозяином своей жизни, а не кто-то, чиновник, решал за него. И вот одно из этих вещей – это критическое мышление. Таким образом, без метеограмотности, как формирование критического мышления, ну, развитие человека невозможно. Ну, можно сказать, невозможно развитие демократического государства, потому что то, что мы имеем сейчас, это не демократия, это одно название демократии. У нас сейчас на первом плане государство, а человек где-то под ним. В демократии совсем по-другому. В демократии сверху человек. Он – хозяин своей жизни, а государство – это чиновничий аппарат, который его обслуживает. И вот медиаграмотность и критическое мышление – это весомый такой вот фактор формирования демократии в Украине. Ну, вот можно сказать, что как бы на нынешнем этапе есть уже определенные достижения, да? Все-таки вот эксперимент всеукраинский, который уже три года длится. Ваши усилия, вот такое огромное количество публикаций, такие замечательные книги, изданные за этот период. То есть, все-таки можно говорить о каких-то позитивных моментах, да? Ну, есть, есть. Вот понимаете, как мы можем, с одной стороны, гордиться тем, что мы вот начали позже, а теперь мы гораздо дальше, чем Россия и другие постсоветские страны. Ну, а с другой стороны, если посмотреть и сравнивать себя не с постсоветскими странами, а, предположим, с Британией или там Северной Европой, или там Германией, то мы гораздо дальше. И таким образом, конечно, у нас, мы сделали первые шаги. Да, первые шаги очень удачные. У нас есть пул единомышленников. Это люди, вот в том числе и вы, для которых вот эта задача, это миссия. И это чудесно, без этих, вот, без таких людей невозможно вообще ничего делать. Оно не будет ничего развиваться, какие бы там ни были книжки, там, средства и так далее. Потому что, действительно, главное, это люди. Теперь что нужно? Теперь нужно это все четче институализировать, чтобы можно было расширить, расширить этот спектр на все школы Украины. И, в принципе, такое возможно. И, в принципе, мы вот сейчас вот как раз действуем в этом направлении. И вот вы, выступая, говорили о том, что на сегодняшний день большая проблема – это то, что творится там, скажем, в информационном пространстве Российской Федерации. Но также вы отметили, что есть проблемы и с украинскими средствами массовой информации, с украинскими масс-медиа, да? Это действительно так вот очевидно на сегодняшний день, да? Ну, конечно. И в чем это проявляется? Ну, в принципе, в том же, в тех же ошибках, которые делают наши российские коллеги. Фактически, на российскую пропаганду Украина отвечает, украинская пропаганда. Это крайне непрофессионально. Но это свидетельство нашего общего советского прошлого. Потому что, ну, как вот, если нужной истории нет, значит, ее нужно придумать. И тогда это вот придуманное станет виртуально, станет частью физической реальности. Ну, вспомним, вот, например, Зоя Космодемьянскую, вот, партизанку Таню. Ну, реально, вот, трагический конец жизни этой юной девушки, он был совсем не тот, который был представлен в очерке Горбатова. Таким образом, такое же стремление сделать из виртуального физического – это пропаганда, это не журналистика. Мне, честно говоря, в данном случае не очень волнуют российские медиа, потому что это дело России. А вот украинские волнуют очень сильно. Нельзя, нельзя, значит, давать ложные сведения, нельзя давать непроверенную информацию. Но аудитория просто перестает верить. Я часто бываю на Донбассе, и люди, почему на Донбассе, они действительно не верят украинские медиа. Потому что они смотрят по телевизору одно, выглядывают в окно, а там другое. Мне вот с болью жаловался главный редактор «Приазовского рабочего», это крупнейшая газета «Приазовья» Токарский, на то, что ему постоянно приходится в газете печатать опровержения информации больших каналов украинских. Он патриот Украины-Токарский, но он должен опровергать, потому что иначе не будут доверять и его газете. И вот вы проводите мониторинг, серьезные такие исследования проводите уже в системе. И вот вы сегодня можете также дать характеристику нашим крупным телеканалам в этом смысле, да? И назвать какие-то определенные каналы, которые нарушают стандарты. К сожалению, у нас сейчас вот такая пауза в исследованиях, и мы не проводили. Последний наш мониторинг, контент-анализ был в период выборов парламентских, это довольно-таки давно. Я могу сказать о других цифрах, но не просто ужасающих для журналистов. Это последняя панель Украинского сообщества Института социологии на Украине. Это ежегодное исследование, и вот в этом, в 2014 году, в прошлом году, результаты были катастрофические для журналистов. Впервые уровень недоверия к украинским медиа превысил уровень доверия. 45 против 25 доверяющих. Это действительно просто катастрофа. И падение уровня доверия самое большое было на юге, востоке и фактически полностью на Донбассе. На Донбассе доверяют около 5%. Но это близко даже к статистической ошибке. И, наверное, какие-то мероприятия вы прогнозируете, что нужно делать для того, чтобы это... Да, да. Мы постоянно вот в этом, за период военного конфликта, мы провели около 20 мероприятий для журналистов и, кстати, медиапедагогов на Донбассе. Это в Луганской и Донецкой области. И будем активно продолжать эту деятельность. Надо с журналистами говорить, что в период войны надо соблюдать стандарты. Нельзя, чтобы правда на войне умирала первой. А у нас она, к сожалению, на войне действительно первой и умерла. Будем надеяться, что вот вашими усилиями, усилиями ваших коллег, а мы почувствовали эту энергетику на конференции, все как бы нормализуется. Во всяком случае, есть воля, есть желание, есть профессионалы такие, как вот в вашей организации. И мы будем помогать, чем сможем тоже от нас. Спасибо. Поэтому спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.